всем привет вы на канале тв распаковки сегодня будет рубрика сяоми я так назвал эту рубрику потому что уже начинаю много делаю обзор на товары сяоми поэтому будет такая сегодня мне на обзор попал телефон этой компании redmi 9 2020 году компания сяоми под брендом редми выпустила очень много девяток таких как 9 9c обычный 99 pro 9 ноут про нужно запутаться уже много но я вам покажу просто обычную стандартную девяточку в этом телефоне внутри находится процессор mediatek helio g80 он имеет 8 ядер два из этих ядер имеют частоту процессора 2 гигагерца 6 ядер имеют частоту 1 и 8 телефон выпускается в двух модификациях памяти 332 и 464 данный телефон у меня имеет 3 гигабайта оперативка 32 постоянной памяти цвет океан грин такое название есть еще такой синий зеленый и вот и зеленый как бы так впервые в этот телефон имеет full hd экран поэтому краски здесь будут красочные яркие все как мы любим диагональ экрана 653 уже немножко больше и восьмерок девяток шестерки вообще были маленькие так что редмики растут ну и главная особенность redmi 9 это наличие nfc у младших моделей 8 7 и так далее не было этой функции и наконец-то в редмиках 9 и есть эта функция теперь можно пользоваться бесконтактной оплатой уже не нужно никаких кредиток никаких карточек не надо ничего искать ничего носить если рядом с собой телефон спокойно можно телефоном расплачиваться в магазинах и очень удобная функция многие эту функцию ждали теперь наконец-то она есть в этом телефоне так что это очень очень большой плюс но открывать я буду аккуратно как говорит высоко так как мы любим что было все по красоте вот так аккуратно обрезаю плюночки чтобы все было по красоте люблю я конечно открывать телефончики вот так скрываем пленочку и люблю когда так коробочка выезжают и вот открываем так и что у нас здесь вначале встречает вначале нас встречает вот такая коробочка сейчас посмотрим что здесь лежит внутри этой коробочкой находится скрепочка мануалочка куча мануалки здесь на разных языках мы с вами как всегда ложат много мануалок много книжечек будет что почитать подогнать свои языки потому что здесь очень много разных языков и в комплекте вот что мне нравится в редмиках всегда идут чехлы здесь идет такой обычный чехол но видимо материал очень хороший здесь клапан для зарядки чтобы пыль не попадала хороший материал прозрачный белый чехульчик это уже плюс этой комплектации так телефончик пока отложим потом посмотрим дальше на комплектацию но здесь такая перемычка здесь зарядка сейчас посмотрим 5 вольт 2 ампера хотя телефон поддерживает и быструю за мной лет к но для быстрой зарядки нужно покупать отдельного блок питания 18 ватные потом телефон будет намного быстрее заряжаться еще в этом телефоне аккумулятор 5000 миллиампер поэтому два дня работы точно гарантирован еще если докупить быструю зарядку вообще он будет здесь юсб кабель тайп си это уже плюс можно втыкать и так и так не ошибетесь все красиво все по красоте ну и все наушничков силами не лужи на что вы хотели бюджетная модель флагман но и флагманы сейчас не все лужат наушнички то что есть на кабель видимо резина хороший так вот сам телефончик здесь написано имеет он четыре камеры 5000 миллиампер вот экран что я говорила 653 full hd процессор helio g80 и вот такой он сзади вот здесь такие сзади 4 камеры вот основная на камеры здесь основная на 13 мегапикселей потом идет ультра широкоугольная камера 8 мегапикселей чтобы если например снимать групповое фото более широкая получается фотография так обычно здесь были очень удобная функция потом камера для макросъемок с автофокусом 4 сантиметров этой камерой можно в траве там жучков снимать увеличивать автофокус работает до 4 сантиметров очень красиво и камера это датчик глубины вот это 2 мегапикселя на это если делать портрет там или что вот поэтому телефон видимо уже удобно лежит снимаем пленочку как мы любим люблю это дело пленочки вот эти снимать все по красоте чтобы было как говорит здесь все открывается так сняли пленочку так сзади пластик очень видим качественный здесь такие как бы ребрышки идут поэтому телефон лежит в руке удобно и не скользит что самое главное можно пользоваться без чехла он не выпадет не скользкий но это хорошая идея не молодцы вот так расположены вот эти четыре камеры руках лежит хорошо знаете хоть здесь и пластик но я на ощупь такое ощущение что я металл спереди уже наклеена пленочка транспортная это очень хорошо потому что раньше рядники не клеили пленочки поцарапаться сейчас пока докупиться например стекло или что можно походить вот этой транспортной пленкой и очень все удобно итак смотрим что у нас внизу здесь разъем мини джек двойной стерео микрофон разъем type-c это уже плюс но современных телефонах он должен быть так и динамик вот такой дальше здесь такая кнопка включения и выключения звук впереди еще один микрофон для шумоподавления чтобы качественно записывать видео и инфракрасный датчик это телефона можно использовать в качестве пульта подключить и можно переключать кондиционер телевизор и другую технику очень удобная функция хорошо что все они от этого нет здесь надпись redmi впереди уже нету как у восьмерочки было ну вот такой что мне еще здесь такое вам рассказать и давайте посмотрим наверное на лоток sim card сколько здесь sim card знаю что он поддерживает карту памяти до 512 гигабайт вот в этой версии 32 гигабайта встроенный пойти можно расширить до 512 это по максимуму так что телефон будет работать так посмотрите на лоток здесь два лотка на наносим карту и на одну на карту памяти здесь прорезиновый как говорится горилла глаз 3 как говорят это плавать с ним нельзя но во время дождя принципе нужно помочь так что еще рассказать попробуем его включить телефон пришел зарядкой так включаем видим здесь надпись redmi android так пока он включается что мы здесь тоже видим модель компания все это что но это первое включение сейчас мы посмотрим что он здесь сможет включиться уже видно что экран хороший установленная с коробки милая 11 но я знаю что уже язык нужно поставить пусть будет русский так регион украина дальше подключимся но давайте подключимся к моему вай фай подключаемся к сети вай фай дальше для настроек подключить нажимаем дальше нужно принять вот эти все условия пользования сим-карта сим-карты пока нет мы пока пропускаем проверки обновления это займет несколько минут ну как всегда стандартные настройки все умею первая настройка всегда немножко длинновато идет что еще хочу от этом телефон здесь видите есть каплевидный вирус 2020 году уже телефон и немножко отказываются делают здесь дырки ну вот рэнми чтобы как бы выделиться немножко других телефон и вот это каплевидный вирус пока оставляет на этот телефон уже должно прийти новая версия прошивками и 12 поэтому все плюшки смею 12 уже в нем будут android я не знаю 9 или может уже даже 10 стоит ну что еще можно рассказать сейчас подождем пока там что-то обновиться и посмотрим дальше продолжаем дальше проверяется на первая настройка там потом предложит ввести email и gmail а если есть ими клауд уже ну пока пропустим и мы не будем вводить к пропускаем сервисы это все мы принимаем и дальше поехала настройка здесь еще приложение это все окей почти все готово и она просто хочу зайти в телефон посмотреть меню показать по настроечках посмотреть на версию android а какой-то нею ай почти все готово так тоже пропускаем получаем данные база мне аккаунта пока еще нет тут уже пропускаем пропускаем здесь тоже есть кстати сканер отпечатка пальцев и есть можно распознавание по лицу настроить уже что как нравится выбор теме сразу предлагает можно классическую нужно безграничную ставим классическую как привычную настройка завершена все готово сейчас загружается приложение которые здесь есть от компании сяоми и смотрим что здесь стоит полазим по меню посмотрим что у нас дальше телефон мне нравится лежит приятно в руке сейчас я хотел еще попробовать где этот чехол дел прозрачный что я его не вижу а вот он надеваем вот наш стандартный чехольчик посмотрим как он будет чехле лежать так все чехол чек видите прозрачный уже надели здесь защита от пыли от всего закрывается так что зарядка чехол такой на ощупь неплохой интересный и вот такое меню стандартное как всех телефоном сяоми здесь есть немножко установленных игр чтобы поиграть как всегда операми комьюнити другое там тоже netflix ебэй фейсбук но все стандартные инструменты есть вот приложение которое говорил мне нужно его включать и настроить подобрать там телевизор кондиционер добавить пульт mi box mi tv телевизор приставка кондиционер вентилятор умная приставка проектор dvd плеера в россию китайская спутниковая тв даже есть тюнера так что если кто-то пусть потеряет вот вас пульт и все устройства в одном очень удобно хорошая функция так что все здесь есть сейчас мы зайдем настройки так обновление версии сейчас мы проверим проверка обновлений вот уже пришел милой 11 пока 12 еще милая нет версия android 10 ты уже ведет с коробки уже хорошо и в будущем есть обновление до android 11 потому что сюда обновления будут приходить регулярно это очень хорошо устройство ридми 9 так дальше что мы посмотрим обновление компонентов ну как всегда он как бы новый здесь нужно все по обновлять вай-фай подключен так что еще у нас тут здесь вот есть яркость можно отключить ну я ставлю автора с настройкой он будет как бы подбираться к освещению цветовая схема тоже стандарт есть теплый цвет холодный вот можно кому как удобно или стандарт и вот авто и он будет в зависимости от окружающего освещения он будет подбирать цвет дальше темный режим можно например настроить темный режим включить по расписанию и вот посмотрите и телефон как бы видите встает все черные приложения все черные ночью это вот видите для глаз очень удобно не режет глаза и ночью очень удобно смотреть можно включить расписание например выставить на стену на 1 7 он будет автоматически включаться темный режим потом есть режим чтения можно включить я например люблю ставить после заката потому что использовать по расписанию и после заката и когда солнце садится появляется более темные цвета на экране и будет немножко защищать ваше зрение так что у меня например советует режим включить размер тел текста тоже каждому можно выбрать по настройках см какие там хотите excel кого какое зрение кому как удобно все здесь есть так VR режим строка состояния можно например можно вырез оставить капельку можно скрыть и и увидите уже нету подбородочек или вот так вообще выреза вот этого не видно ну так более кран больше лучше его ставить оператор на экране бракировки ну вот такое посмотрим на звуки звуки вот мелодия стандартная здесь включая здесь вот такие меру 10 микс настройка мелодии звонка из разум послушаем видите как играет динамик 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 звучит красиво потом можно настроить событие звук и природы и птичка и каждый раз когда будут разные ну вот например можно поставить на сообщение вот каждый раз при сообщении будут меняться звук разные будут петь птички можно вот этот звук разные капли тоже каждый раз разные вот такие есть это я думаю вы знаете это особенность мио и 12 здесь тоже настраивать звуки звуковые эффекты разные можно выставить можно подобрать например улучшение звук наушников когда ставить и вот разные виды он определяет какие вы подключили наушники чтобы было более комфортно и более красивое звучание наушниках кто захочет разберется посмотрите дальше есть рабочий стол рабочий стол можно выбрать но он милой только есть и рабочий стол обычный можно с меню приложений вот обычный это как бы обычный xiaomi и вот меню приложение сейчас я вам покажу что это сейчас он переключится и вот таким жестом и вот все эти приложения вот так если его убрать вот это меню приложений то его не будет сейчас мы перестроим рабочий стол и переходим на обычный более привыкшей не войны можно заполнять опустошевшие ячейки в страх ноль для заполнения защита от изменений можно сетку рабочие стола нужно например вот так размер значков можно тоже выдвигать какие значки надо но каждый будет настраивать под себя кто как любит состояние памяти размывания миниатюр это очень удобная штука например камера здесь стоит например нужно галерею закрыть чтобы не видно фоток сейчас я покажу что это например включаем галерею теперь чтобы выйти в меню вот таким жестом это поисковик а это вы здесь нажимаете видите вот миниатюр к закрытая здесь вот так чистится все что еще такое вам показать сейчас мы покажем дальше настроек ну рабочий стол размытие миниатюр показывает предложение нужно обязательно отключить чтобы не было рекламы приложениях вот это обязательно пройдитесь где вы увидите вот этот значок показать предложение нужно все подключать а то иногда может выскакивать реклама так что это обязательно всем нужно сделать это обои но это уже потом кому обои надо интересный пароль безопасности здесь можно установить пароль графический ключ цифровой код разблокировка отпечаток разблокировка по лицу и разблокировка по bluetooth это у кого есть mi band mi band можно подносить если брать рукой с часами и телефон включается если кто-то другой возьмет он не будет работать можно по лицу сделать по-своему только вас будет узнавать по отпечаткам в общем все это все здесь есть дальше питание вот 54 процента это еще 23 часа вот как я говорил что это где-то на два часа работы с таким аккумулятором расширенные настройки здесь можно дата время язык регион украина безграничный экран здесь но начисто настроек очень много расширенные настройки есть так цифровое благополучие это родительский контроль кого есть дети очень удобно в общем долго рассказывать но контролировать какие дети играют приложения на расстоянии можно им телефоны отключать смотреть по карте где дети находятся очень полезная штука вот ускорение игры есть это если кто любит играть можно когда игру запускаешь все приложения закрываются чтобы быстрее игра играла второе пространство простой режим и дальше есть это mi аккаунт google это все аккаунты нужно все настроить примерно что хотел я вам показал телефончик халу хороший как всегда с вами это топ за свои деньги за такую сумму чуть больше примерно около 100 евро в телефон стоит очень хорошие предложения на рынке вы например за такую сумму намного хуже телефона найдете здесь 4 камеры смотрите уже отлично смотрится красиво фотографии делает отлично широкоугольная камера в общем здесь настроек еще что он хотел на камеру включить так включаем камеру здесь нужно разрешить разрешить вот используйте макросъемку ажи можно поставить авто чтобы было улучшение фотографий от халл это умная камера там например наводите на листья она приукрашивать зеленый цвет все как все как любим видео съемка здесь видите улучшение для видео есть но это тоже все настраивать сейчас мы посмотрим замедление есть замедленная съемка когда снимать видео и будет немножко так медленная съемочка видеоклип это видео кто любит снимать для инстаграма там или куда-то это маленький снимать этой камерой видео камера сейчас посмотрим настройки что у нас есть видео кодек h264 устранение мерцания 50 герц нам нужно на стоит настроить например авто или отключеному кто как хочет видео здесь есть что мы видео фото формат кадра можно выбрать макросъемка google lens очень я сейчас вам покажу что это такое вот например можем вот сюда нажимаем на google lens разрешаем разрешаем google lens и вот посмотрите что у нас делается это все наводим что это такое идет поисковик и нажимаем поиск и вот идет загрузка результатов и вот изображение нашло предмет что это такое лезвие для ножа из дерева очень люблю с этой штучкой играться например ну что мы ищу а давайте знаете что мы например смотрим вот такую вот у меня есть такой ду да да сейчас нажмем посмотрим что вот посмотрите сразу нашел вот этих вот вот такие так шо кто любит можете побаловаться сколько ленцам что есть вам еще хочу что еще показать ну вот так есть нажимаем вот сюда вот здесь вот нажимать нужно на эту и кнопочку посмотрите нажимаем и вот но я не знаю видно вам видите сразу пишется телефон redmi приложение там все в общем когда будете надводить на иностранный текст вот на эту кнопочку и будет уже писаться в нашем языке портретная съемка есть ставится в атрофировать и сзади убирается задний фон и профи съемка настраивать уже под себе так что камера здесь отличная умная и хорошая вот такой меня получился обзор на телефон от компании сяоми redmi 9 если понравилось поставьте лайк если наберет много просмотров это видео еще расскажу немножко каких-то других девайсах так что всем спасибо и до новых видео